Продолжение следует... Сегодня я хочу выразить солидарность всем тем актерам. Кремль шерстит московские театры, выявляя тех актеров, кто против. Следующим, уволенным после Назарова и Ахиджаковой, стал Александр Филипенко. Достойно ли смиряться под ударами судьбы или надо оказать сопротивление? Александр Филипенко – народный артист России и лауреат Государственной премии. Среди его известных киноработ – фильмы «Убить дракона», «Трудно быть богом» и «Гори-гори, моя звезда». За свою карьеру Александр Филипенко сыграл в более чем 100 фильмах, не считая театральных работ. В широкой аудитории он известен благодаря фильмам. Там на неведомых дорожках и «Мастер и Маргарита». Московские театры переживают не лучшие времена. За короткое время были уволены Анатолий Белый, Дмитрий Назаров с супругой Ольгой Васильевой, Лия Ахиджакова и теперь Александр Филипенко. Всех этих актеров связывает и их антивоенная позиция. Я не люблю несправедливость и ложь. Ложь и насилие. В ноябре театр Моссовета не продлил контракт с Александром Филипенко. Актер уже успел покинуть Россию. Директор театра имени Моссовета Алексей Черепнев заявил, что Филипенко взял отпуск для лечения. Он отметил, что Филипенко приглашенный артист, который сам вправе выбирать, где ему находиться. А также добавил, что двери театра остаются для него открытыми. Это все-таки такой замечательный артист. Однако, по словам дочери актера, отъезд из страны связан с позицией отца. Филипенко не раз выступал с заявлениями против так называемой СВО. Я настаивала с самого начала. Я раньше уехала в Вильнюс. И я тут сыграла тоже свою роль. Говорила, все-все-все, давайте не будем, не будем папе. Папа всячески призывала скорее переехать. В 78 лет действительно нужно начинать жизнь заново. Артист на своей странице в Facebook опубликовал трогательный пост воспоминания о Киеве, который проиллюстрировал своими фотографиями в украинской национальной одежде. Александр Георгиевич облачился в вышиванку с красно-черным геометрическим узором. Про Киев вспоминаю только словами Гоголя. С каким-то неопределенным чувством глядел Чичиков на дома, стены, забор и улицы, которые, бог знает, судила ли ему участь увидеть еще когда-либо в продолжении своей жизни. Продолжения моей жизни уже явно нет. Зато в воспоминаниях студия Довженко, каштаны, друзья, уют и тепло, пишет Филипенко. Это жест отчаяния. Это надо понимать. Марина Ишимбаева, супруга народного артиста России Александра Филипенко, уехавшего в Литву после высказанного им осуждения так называемой спецоперации, вышла на связь. Это все в голове не укладывается. Мы не должны молчать. Она сообщила, что актер в ближайшее время не намерен общаться с журналистами и говорить о переезде. Пока он не хочет ничего комментировать. Он должен немножко прийти в себя, отдохнуть, забыть всю эту гадость, заявила супруга Филипенко. Жена артиста также подтвердила, что отъезд звезды сериала «Мастер и Маргарита» связан с его позицией по так называемой спецоперации в Украине. Нет ничего важнее, чем переступить через пропасть собственного страха.